...почву, и почему это понадобилось делать? Хороший вопрос. Не дает потенциал для выращивания сельхозкультур. Соответственно, и промыв солей через нее идет очень тяжело, и тем самым получается, что наши земли подвержены высокой почвенной эрозии. Ну и, соответственно, для того, чтобы уменьшить воздействие всех этих неблагоприятных факторов, было принято решение и разработано, успешно внедрено внесение фосфогипса в такие вот площади. Сильной засоленности, которые, ну вот, допустим, у нас на нашем примере. Сегодня грязь, болото, а завтра ветерок, послезавтра подул, и это уже булыжники, которые, ну, которым ума даже не дашь. На протяжении трех-пяти лет, которых мы вносили фосфогипс, мы брали, так можно сказать, на опытный образец и на контроль некоторые поля, заметно улучшалась структура почвы, то есть она становилась, знаешь, как пух буквально. Вот идешь по ней и проваливаешься. Ну, соответственно, и частые работы с этой почвой, там, культивация, вспашка, дискование, ну, ряд таких работ позволяют добиваться еще большего эффекта по внесению фосфогипса, и его глубокая заделка в почву позволяет получать урожайности от трех до пяти центнеров прибавка у нас. Вот была замечена на тех полях, где уже внедрен фосфогипс, где он уже не один пяток лет вносится. Вот, соответственно, мы видим в этом только положительную тенденцию и продолжаем нашу традицию по внесению и улучшению плодородия земли. Сколько вносили фосфогипса и как рассчитывали дозу? Соответственно, ну, такие решения принимать в хозяйстве очень сложно, поэтому мы обратились к людям специализированным, обученным, специалистам своего дела. Это Цемлянский институт Черноземья, если я не ошибаюсь. Вот, в общем, их университет по изучению почв находится в Цемлянске один, и один, по-моему, в Азове, что ли. Могу ошибаться, да. В общем, они занимаются изучением структуры почв, изучением состава сложных минеральных удобрений, их содержания в почве. То есть, ну, берут почвенный анализ и тебе по нему четкую картинку составляют. Вот. В ходе работы с ними было принято решение, что для получения удовлетворительного результата для наших условий необходимо внесение фосфогипса в объеме 10 до 15 тонн на гектар. Вот. Бывало где-то и до 20, бывали нормы, бывало где-то и до 5. Ну, в среднем это где-то 10-15 тонн на гектар. Цена образования на сегодняшний момент одной тонны фосфогипса 1570 рублей. Это цена с НДС. Когда мы начинали, когда я начинал работать на предприятии, эта цифра была где-то около 1100 рублей. То есть, вот буквально за 3-4 года цена выросла на 400 рублей. Соответственно, и выросли затраты по внесению фосфогипса, по его заделке в почву. Это зарплата механизаторов, это запчасти, это топливо, ГСМ. На сегодняшний момент где-то порядка 20-22 тысяч на гектар. 22 тысяч рублей на гектар у нас составляет полностью вот эта программа по внесению фосфогипса. Вы вносите его? Вносим мы его где-то в пределах 300-400 гектар в год. Мы заказываем проекты, нам их одобряют, мы их подпечатаем. Согласовываем с министерством, слава богу, что они нам помогают в этом. И оказывается действие, помощь, поддержку. То есть, мы получаем высокий урожай, обеспечиваем всю нашу область хорошими показателями и вкусной продукцией, которая успешно конкурирует с многими другими, такими, там, Краснодарский край, вот, даже с зарубежными, любым рисом мы можем конкурировать вкусовым качеством, это 100%. Скажите, так вы как часто вносите фосфогипс на одно и то же поле? Ну, мы обычно стараемся вносить, ну, допустим, создаем, заказываем проект, и, вот, ну, допустим, на эти же поля, вот, 300-400 гектар, которые мы внесли, ну, стараемся возвращаться хотя бы через 4-5 лет. Вот, в принципе, мы заметили, и, как бы так, ну, на собственном опыте пришли к тому, что всех этих мероприятий хватает примерно, ну, от 5 до 6 лет. Мы вносим его не только в рисовые чеки, мы еще и на Богору тоже вносим, также на, ну, там, где выращиваем пшеницу и остальные культуры, там тоже мы отмечаем довольно-таки очень высокие показатели. И на орошаемых землях тоже, там, где мы выращиваем картофель, у нас искусственного орошения, именно, ну, дождевальные машины составляют около 1000 гектаров, и вот на них мы также активно внедряем опыт по внесению фосфогипса и видим значимые результаты. То есть внедряете, как с поливом носите его, или? Нет, нет, он сам по себе цепучий фосфогипс. Он, как на известь, немножко похож, вот, но не такой вредный именно, вот, ну, для почвы. И фосфогипс вообще это, образно говоря, отходы от производства удобрений. Вот, удобрение произвелось, все, что от него осталось, называется фосфогипсом. Это он, ну, похоже на мел немножко. Да, понятно. Вы вносите под какую-то определенную культуру, или так, как придется? Ну, но если мы говорим об орошении в чеках, чековая система, это пшеница, рис. Если мы говорим об орошении на дождевальных машинах поливных, это картошка, картофель, кукуруза, азимая пшеница, ячмень, ну, и, в принципе, на Багаре это ячмень, азимая пшеница, подсолнечная кукуруза. На этих культурах... Я очень правильно задала вопрос. Вот вы сказали, что на одно и то же поле где-то раз в 4-5 лет возвращается фосфогипс. Ну, у нас же... Вы подгадываете, или как получится? Нет, у нас же фиксация идет, на каких полях мы работали, мы же ведем учет, там, где мы вносили фосфогипс, и на эти поля мы не заходим. У нас порядка 4,5 тысяч гектар на орошении находится, и где-то тысяча гектар на дождевальных машинах, под дождевальными машинами. Ну, вот 5 тысяч гектар, примерно, если, ну, образно говоря, взять 500 гектар в год, раз в 5, в 6, в 7 лет мы обратно возвращаемся на те площади, с которых начинали, и повторно на них разбрасываем. Если мы видим где-то воздействие солей или тяжелая почва, которая, ну, не дает потенциал для получения хорошего урожая, мы там снова вносим фосфогипс, опять же, после проекта, после согласования с Цемлянским институтом, и уже получаем желаемый результат. Ну, я почему уточнила, например, навоз, да, его стараются внести под кукурузу, потому что она отзывчивая, и потому что это не грозит там нитратами какими-то. Вот. Как у вас в этом плане? Фосфогипс, допустим, перед севом пшеницы вы вносите? Нет, логика следующая. Мы отталкиваемся не от севооборота, мы отталкиваемся вот от, ну, очередности. Ну, стараемся подгадывать так, чтобы чеки шли друг за другом. То есть, ну, севообороты вот на карте, они разрисованы, и, допустим, вот здесь севооборот, там севооборот, тут, 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 и мы потихонечку по кругу вот идем и вносим. Не подгадываем с севооборотом ни в коем случае. Ну, так получается, что если мы разбросали, например, фосфогипс осенью или весной, ну, если это весна, значит, скорее всего, под севооборот этот попадет в выращивание риса. Если это осень, значит, это уже, скорее всего, после уборки озимой, это как раз под заделку, либо это поле просто отдыхает и попало в свою очередь. Нету задачи внести именно адрес на какую-то культуру, нет. Это работает на протяжении нескольких лет, и бывает даже на первый год ты не видишь эффект, но увидишь на следующий. Ну, как с навозом. Вот он первый год, если в чеки его внести, вот на собственном пути убедились. Первый год внесли, мы получаем очень сильный стресс и очень сильные ожоги на культуре. Второй год эти воздействия навоза уже немножко меньше сказываются. На третий год мы видим прибавку урожая и абсолютно положительную динамику роста урожайности. Поэтому с фосфогипсом здесь можно играться спокойно, вносить его под любую культуру, либо в отдыхающее поле, так называемое пары или мелиополе. Неважно. Вы сказали, министерство помогает, субсидию дает на внесение фосфогипса? Да, абсолютно верно. Вот, к сожалению, к сожалению, цифры я сейчас подсказать не могу, в каком размере субсидируется. Но я могу сказать, что если бы не было поддержки с помощью субсидий, каких-то таких моментов, то мы, наверное, бы и не вносили фосфогипс, потому что это является довольно затратным. все-таки 20 тысяч на гектар, это такая существенная сумма. Ну, слава богу, что нам министерство покрывает эти расходы. Я вам, если вам интересно, могу цифры после нашей предоставить. Какие нужны будут? Эффект по урожайности. Можете назвать вот примерно? Какую прибавку стали давать поля, куда вы внесли фосфогипс? Ну, ту разницу, которую мы видели с теми полями, в которые вообще фосфогипс ни разу не вносился, конкретно на рису, мы видим прибавку урожайности от 5 до 10 центнеров с гектара. Если мы говорим о пшенице, ну, пшеница такая культура, она как бы не зависит от... Ну, она более зависима именно от условий природных. Будет дождь, будет урожайность, не будет дождя, не будет урожайности. От предшественника, ну, многие факторы. Рис такая тоже немножко вредная культура, но тут мы можем регулировать ее рост с помощью той воды, которая поступает с магистрального канала с пролетарского. Поэтому ту прибавку, которую мы заметили по отношению полей, которые ни разу не обрабатывались фосфогипсом, ну, от 5 до 10 центнеров с гектара. Это на рисе. На картофеле единственный плюс, ну, не столько урожайность, поскольку урожайность на картофеле варьируется в прямой зависимости от внесенных удобрений. Чем больше удобрений внес, тем больше получил урожай на картофеле. Сколько условиям, облегчением условий обработки почвы и уборки последующей. То есть у нас проблема, я повторюсь, какая? Земля, если пересыхает, это в том числе на орошении, мы не всегда имеем возможность ее полить, ну, поливать. Потому что есть угроза дождей и световой день сокращается. То есть если ты дашь то количество воды для необходимого размягчения почвы на картофельном поле, то есть риск нарваться на то, что ты не сможешь туда зайти там долгое время. Вот. Поэтому фосфогипс тоже нам помогает в этом плане. Он смягчает землю и нам приходится реже поливать картофель, реже рисковать. Он меньше способен связываться в такие булдыганы, большие камни. Вот. Такая логика внесения именно на пшеницу, на картофель, в принципе. Понятно. Так, ну, наверное, я все вопросы задала уже. Я хочу еще раз уточнить. А, нет, еще последний вопрос. Скажите, фосфогипс – это замена фосфорным удобрением или нет? И как меняются дозы основных минеральных удобрений, если фосфогипс носите? Однозначно могу сказать, что с учетом тех анализов, которые мы на которые мы сдаем землю и получаем результат, можно сказать о том, что фосфора в почве содержится именно то оптимальное количество, которое требуется для получения хорошего урожая. Однако, мы все равно пользуемся такими наработками, как фосфорно-калийные удобрения, мы также даем подкормку через лист нашему и рису, и картофелю, и пшенице. Потому что по ряду факторов, по ряду причин не всегда растение способно брать те микроэлементы и макроэлементы в почве, потому что есть ряд блокирующих факторов. Возможно, какого-то микроэлемента не хватает, она может не брать другой в нужном количестве. Возможно, как-то природные погодные условия складываются так, что растения стрессуют. Ну, тут, знаете, такая философия небольшая с углублением в науку. Ну, то есть фосфорные удобрения в основную обработку вы все-таки вносите или работаете только жидким по листу? Мы комбинируем. Мы комбинируем, то есть наша задача смягчения почв. Это самая первостепенная, самая основная задача для смягчения почв, для улучшения условий работы именно с землей, именно нацеленная на прибавку урожайности. Как такого целевого нет. У нас просто, допустим, есть план 300-500 гектар в год обрабатывать и вносить фосфор. Вот мы это все делаем как бы через проекты. Субтитры сделал DimaTorzok